Добрый день, Александр Николаевич. Добрый день. Сегодняшний раз разговор с вами. Мы хотели бы посвятить времени, в котором вам довелось жить, в котором живем мы сейчас, образом на это время можно назвать Сталинской эпохой. Вам довелось родиться как раз в то время, когда эта эпоха начиналась. Не могли бы вы вкратце рассказать нам о вашей жизни в то время и выделить особенно те моменты, которые, на ваш взгляд, могут быть особенно интересны для наших современников, которые того времени не знают, не жили в нем. Что вас, как человека, как гражданина и как ученого, по прошествии многих лет уже с тех пор, особенно сейчас занимает? Вы употребили выражение Сталинской эпохи. Важно точно определить границы этой эпохи. Для меня эта эпоха начинается со смертью Ленина, может быть, или с избранием Сталина генеральным секретарем партии. Это несущественно, но примерно это время, то есть 22-24 год. И закончилась именно Сталинская эпоха, я думаю, со смертью Сталина. Или можно, тут тоже границы не строго определены, или 20-м съездом КПСС. Вот это Сталинская эпоха строго в смысле слова. А если шире брать, обычно расширяют Сталинскую эпоху до размеров Советской эпохи вообще. Я считаю, что это социологически безграмотно. Нельзя отрождествовать Сталинскую эпоху с Советской эпохой. А Сталинская эпоха все-таки уже. Я родился в 22-м году, то есть как раз в год, когда Сталин стал генеральным секретарем партии. И моя жизнь в значительной мере была связана и с личностью Сталина, и с деятельностью Сталина, и со всем тем, что проходило именно в Сталинскую эпоху. Я болел этой эпохой. Когда я стал сознательной личностью, то главным содержанием моей жизни стало осмысление этой эпохи. Ну, началось оно с субъективной реакции на эту эпоху. То есть я уже к 16 годам, я стал сознательным антисталинистом. В 16 лет я стал членом небольшой террористической группки, которая собиралась убить Сталина. Замечу, что наша группка не была исключением. Вот я учился в 1939 году, я поступил в Московский институт истории, философии и литературы. Вот и там на нашем курсе было арестовано два парня. Они были тоже участниками террористической группы, собирающейся убивать Сталина, но совсем другой, очень большой группой защиты. Они были осуждены на 25 лет. Их выпустили, они отсидели 18 лет. Я уже встречал после войны их. Нашу группку не разоблачили. Я был арестован по доносу как антисталинист, но о существовании нашей группки не знали. Если вы узнали, то меня, конечно, я бы сейчас с вами здесь не сидел, само собой разумеется. Но мой антисталинизм был обусловлен теми условиями жизни, в которых я жил, и мои близкие мне люди, и тем, что я видел вокруг себя. И я, хотя я, вот что тут важно, существенно, я воспитывался, как, и вырастал как идеальный коммунист или романтический коммунист. И я остаюсь таковым, оставался таковым всю жизнь и остаюсь таким. То есть романтический или идеалистический коммунист – это не марксист. Я-то не был марксистом никогда. Но это тогда мое поколение это понимало таким образом. Так, действительно, признание общества, безчастной собственности, коллективной собственности, коллектив, способность самопожертвования ради интересов коллектива. Ну, в общем, все эти идеальные человеческие качества, о которых вы можете узнать из книг того времени, допустим, «Как закалялась сталь», из фильмов того времени. В этом смысле советское общество было моим обществом и оно остается моим. Я в другом обществе другого типа жить не хочу и не хотел никогда. Но одновременно я наблюдал вокруг себя несоответствие идеалов коммунизма, реальности, нищета, разорения деревни. Я родился в деревне, в нашей семье, ну, наша семья средняя, в общем, была, но было 11 детей. Мужчины по традиции уходили в город на заработки, потому что земля кормить не могла. Женщины с детьми оставались в деревне. И наша семья постепенно переселялась в город. И наше переселение растянулось до 46-го года. Только в 46-м году полностью наша семья порвала с деревней. И я видел, с детства наблюдал, как разорялись деревни. В нашем сельсовете исчезло 27 деревень было. Все они исчезли, все люди сбежали оттуда, из деревень в города. И, ну, я не хочу много говорить о том уровне жизни, о уровне жизни тех времен. Ну, могу вам сказать, что я первый раз в жизни спал на отдельной кровати, на отдельной кровати, когда я был арестован в 39-м году и сидел на Лубянке. И тогда я имел отдельную кровать и трехразовое питание. А так всю жизнь, всю жизнь голод, голод, грязь, теснота и все такое прочее. Разумеется, вот я нечто подобное видел и вокруг себя. И одновременно я наблюдал уже, начиная с школьных годов, уже буквально с 5-го класса отчетливо, классовое расслоение общества. То есть нам сулили общество равенство, благополучие и все бесклассовое. А на моих глазах происходило расслоение на людей привилегированных, богатых и нищих, бедных. И, ну, и, в общем, все то, что потом стало доступно для наблюдения очень многих, и то, что породило потом диссиденцию, я все это видел уже мальчишкой. Я в 1933 году приехал в Москву учиться, поскольку мой отец работал в Москве, старший брат уже работал в Москве, а продолжать учебу в деревне было дальше невозможно, негде. Вот, я уже с тех пор все это мог наблюдать. И к 16 годам я у меня выработался, выработался мой взгляд на советское общество, который в принципе не изменился, я его потом только как ученый уже изучал, детализировался, но в принципе он сохранился в 16 лет в таком виде. Ну, со временем для меня Сталин стал олицетворением вот этого несоответствия реального коммунизма к коммунизму идеологическому. И я его никогда не воспринимал как человека глупого или как-то так, как его потом описывали и до сих пор описывают всякого рода критики режима диссидента. Нет, я его скорее воспринимал как демоническую фигуру, и я сам был склонен к такому романтическому восприятию реальности. И он для меня был, так сказать, точкой опоры, фокусом, в котором сосредоточивалось мое отношение к реальности. Потом уже когда я сидел, ну и должен сказать, что я уже тогда, с 16 лет начал изучать советское общество, как коммунистическое, в том виде, в каком оно в реальности существо стало формироваться. То есть я уже с 16 лет я отверг марксист. Для меня марксистская концепция и советская концепция, так называемый научный коммунизм, были неприемлемы с самого начала. То есть никогда у меня не был, я никогда не был поклонником марксизма, аплодетом, никогда не был. Вот, и я уже мальчишкой убедился в том, что для понимания нужно иметь хорошее образование и много-много лет трудиться, чтобы разобраться в том, что это такое. Вот, ну, и... Вот, ну, тут произошел у меня срыв, когда я не сдержался и выразил свои антисталинистские умонастроения. Друзья, с которыми я вместе когда-то учился, написали в КГБ донос. И потом одновременно я на каком-то собрании, было комсомольское собрание в институте, где я высказался против коллективизации. Вернее, я рассказывал о том, сказал о том, что на самом деле происходит в колхозе. И, значит, тут совпало. В институте меня исключили сразу из комсомола и исключили из института. Меня сначала направили в психиатрический диспансер, поскольку те идеи, которые я высказывал, они были непонятны и считались в те годы бредом сумасшедшего. Ну, меня в диспансере освидетельствовали, установили, что я психически здоров. И после этого как раз и одновременно был написан моими друзьями донос в КГБ, что вот я объявил себя антисталинистом, выступаю против коллективизации и все такое прочее. И в доносе я потом видел этот сам донос, когда меня арестовали, он лежал у следователя, который допрашивал меня. Он меня просто по кускам зачитывал, то, что было написано, я помню все. И в доносе мои друзья, они действительно были, представьте себе друзья, они проявили заботу обо мне. То есть они были уверены, что сам я додуматься до всего этого не мог, значит, кто-то научил. Вот я после того, как я вернулся с института, где мне сообщили, что я исключен без права поступления, исключенно с комсомола. Дома меня уже ждали люди из органов, и меня арестовали, привели на Лубянку. Вот так мои складывались, мои взаимоотношения со Сталином. На Лубянке я следователю изложил уже взгляды, которые в то время сформировались. Я тогда сказал, что, примерно следующее, что коммунизм в том виде, как он складывается, он не соответствует идеалам. И идеалы коммунизма, они на практике неосуществимы, в принципе неосуществимы. Вот тогда уже для меня было очевидно, что один тот факт, что во всяком объединении должны быть начальники и подчиненные, уже сложат основы неравенства, и ни о каком неравенстве и бесклассовом обществе речи быть не может. Ну, следователь, конечно, не поверил в то, что это мои открытия, хотя потом прошло много-много лет, и впервые в мировой печати такие идеи я стал публиковать только в 70-е, когда мы вышли «Зияющие высоты», в 76-м году. То есть до того времени никакие ученые в мире таких идей не высказывали, не печатали. Естественно, следователь не мог поверить в то, что я нечто подобное мог выдумать. Вот, и они, очевидно, решили выяснить, кто на самом деле меня всему этому научил. А то расправляться с мальчишкой 16-летним это бессмысленно, а если разоблачить какую-то серьезную группу, то это уже будет нечто значительное. И решили перевезти меня с Лубянки на тогда, по-моему, и до сих пор существуют квартиры в городе, где принадлежавшие органами, где они выполняли те или иные задачи. Ну и вот меня должны были поселить на одной такой квартире вместе с молодыми ребятами из органов, которые, наверное, только что окончили школу органов и выглядели сравнительно немного старше, чем я. Вот. По дороге, когда меня выводили из здания, их позвали зачем-то. Они мне сказали, ты, парень, подожди нас. Они были уверены в том, что я никуда не денусь. И действительно это было, как я потом устоял безуми. И вернулись туда забрать какие-то документы. Вот. А я ушел. Ушел, и после этого обо мне был объявлен государственный всесоюзный розыск. И меня разыскивали вплоть до окончания войны. Так это не было отменено. Вот. И я скитался по стране. Ну, это уже, так сказать, факты личной биографии. Но в это время у меня уже стало меняться отношение к Сталину. Не в смысле, ну, скажем, отказа от антисталинизма. Нет. Оно углубилось. То есть я стал рассматривать Сталина не просто как злодея вот такого огромного масштаба злодея, из-за которого произошло вот расхождение между идеалами и реальностью. Так. А стал рассматривать просто как выразителя закономерностей самой истории. Вот. Как человека, который который фактически-фактически так олицетворял собою реальность. Не идеалы коммунизма, а реальность. Вот. Ну, однажды я попал среди других таких же вот, у меня не было документов никаких. Я странствовал, добрался до Омска, завербовывался на север таких, как я был довольно много, между прочим. Ну, в основном это были уголовники. Вот. Но во мне сразу распознавали чужого. Я не ругался матом, не пьянствовал, вот, не предавался разврату, что было обычным делом уже среди людей этого круга в то время. И от меня всячески старались избавиться. И последний раз вот уже это было по Домскому, там, группа, в которой завербовалось работать на север, с намерением сбежать, конечно, по дороге. Меня они выбросили, и я уже полураздетый, можно сказать, добрался до города, потом добирался обратно, плюнув на все. И по дороге в одном, на какой-то там станции с группой таких же бездомных, как я, нас забрали в милицию, предложили либо тюрьма, либо в армию уходить добровольно. Это был уже 40-й год. Вот, и я рядом с несколькими другими ребятами ушел в армию. Ну, война. И, ну, теперь главная, конечно, тема остается мое отношение и к советскому обществу, которое олицетворял Сталина, и к самому Сталину. Я уже многое к этому времени стал понимать лучше. А так, ну что ж, в 16 лет, сколько бы ни читал, а я много читал, все равно годы дают знать. А тут уже я стал в 18 лет и опыт жизни был солидный. Вот, и я уже стал и к Сталину относиться по-другому. Я продолжал быть сталинистом, и я перестал быть анти-сталинистом только после смерти Сталина. Я ввел до самой смерти Сталина, где бы я ни был, я ввел буквально ну, скажем, работу, работу как анти-сталинистом. Ну, конечно, не так явно, но все-таки, как говорится, шило в мешке не вытаешь, и время от времени меня доносы следовали, и однажды я проболтался с человеком, с которым спали под одним одеялом, которого я уже считал своим единомышленником, и близким другом. Он донес на меня, конечно, вот, и мне приходилось потом всю войну так или иначе уходить и участвовать в войне, и одновременно скрываться от органов, которые буквально шли по пятам, вот, поскольку еще и к прошлому добавлялись дополнительные доносы. Ну, насколько все это было серьезно в то время, я думаю, вам пояснять не нужно. Вот я войну заканчивал в авиационном полку, в штурмовом авиационном полку уже, был в моей, в нас полку летчик, он совершил больше ста боевых вылетов. Если бы он был другим по его взглядам, он должен был быть дважды героем Советского Союза. А он получил всего один орден случайно, больше ста боевых вылетов. Значит, он был осужден за один, он был, как и я, антисталинист, мы сразу поняли. А так, вы знаете, люди такого типа, их было не так уж много, но мы опознавали друг друга молниеносно по таким отдельным замечаниям и просто по типу и по уровню интеллекта. Это было, мы так или иначе выделялись из общего окружения. Он попал и был осужден, приговорен к расстрелу, потом ему заменили, поскольку у него уже к тому времени было много наград и много боевых вылетов, ему заменили расстрел штрафным батальоном 10 лет, он там был ранен и после ранения он вернулся к нам в полк. Так попал, попал он вот за что, в каком-то разговоре, даже в нетрезвом виде, он сказал и кто-то подслушал, что вот будь мы поближе туда, к Кремлю, так, то он знал бы куда, а нам уже к нашему самолету, я летал на штурмовиках и довольно солидные бомбы подвешивали в конце войны, даже наружные бомбы 250 килограммовые, а тогда 100 килограммовые, но он тогда сказал, что он знал бы как использовать эти бомбы по назначению, ну и столковали за такое, за одно это намерение полагалось высшее мера наказания, вот, но я уже к этому времени, когда я вот к окончанию войны, к концу войны, я уже уже достаточно хорошо понимал, что такое Сталин, что такое сталинизм, и потом я на эту тему выпустил, к 30-летию со дня смерти Сталина, выпустил книгу, где подробно все это описано у меня, она называется «Наши юности полет», эта книга, так, я уже тогда понял, что несмотря ни на что, и даже сталинские репрессии, они были обоснованными, они на пустом месте, что и коллективизация, без коллективизации, без индустриализации мы войну не выиграли бы, что несмотря на потери в начале войны, Сталин все равно был выдающимся военным стратегом, и я уже к концу войны понял, что без советской системы, без сталинского руководства, и лично без Сталина мы войну не выиграли бы, но тем не менее, вот это же не сразу все происходит, это я формировался, получал образование, и другой жизненный опыт приобретал, так, и взрослел, и разумеется, и взгляды менялись, субъективные отношения к всему как-то менялось, тем не менее, продолжался все, инерция оставалась быть антисталинистом, и, по-моему, еще до сих пор живы люди, ну, примерно моего возраста, которые могут вспомнить, что они стали антисталинистами благодаря разговорам со мной. Вот, ну, и после войны, я, когда демобилизовался из армии, я поступил в университет, сороковые и пятидесятые годы, эти годы расцвета того, что я называю интеллигентский фольклор, и я был активным участником этого фольклора, вот, и моим, моей специальностью были, 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 было сочинение анти-марксистских, анти-коммунистических, анти-сталинских анекдотов, сочинение всякого рода коротких велетонов на этот счет. Ну, печатать все это было невозможно, конечно, и все это, почти все пропадало, сохранилось очень немного, и то, что я мог припомнить вот в моих книгах, которые я начал печатать с 76-го года. Ну, во время войны, и, ну, уже начиная со школьных лет, я много сочинял стихов, рассказов, во время войны я сочинил балладу, она вошла в зияющие высоты, ее случайно сохранил мой друг, вот, фрагменты сохранил, я потом ее дополнил, баллада, о невыдачниках, она там называется, вот, а в 45-м году я много других вещей сочинял, сочинил, например, повесть о предательстве, в основу которой как раз положил донос моего друга, уже армейского, армейского друга, вот, повесть о предательстве, и в 45-м году стихотворение «Тост», посвященное сталинскому «Тосту», помните, да, на банкете в Кремле, этот «Тост» опубликован у меня был в книге «Светлое будущее», она опубликована, книга включена во второй том собрания сочинений, и, кстати, там же и в нашей юности полет книга помещена, вот, ну, я, к счастью, написал этот «Тост» печатными буквами, и когда он стал распространяться, то весь особое отдел воздушной армии всполошился, буквально десятки людей искали автора, было подозрение на меня, потому что я выпускал боевые листы в полку и сочинял для этих боевых листков стихотворение, вот, и найти человека, который бы мог такого уровня другого стихотворения сочинить, они не могли, но доказать все равно было невозможно, тем более война уже кончилась, многое перевинилось, по одним подозрениям уже брали, но не так, уже, так сказать, либерализация некоторая наступала, меня, во всяком случае, не обнаружили, вот, и я потом генерализовался из армии и поступил в университет, а теперь, значит, продолжать, да, эволюцию, или достаточно, я... Александр Александрович, если позволите, я хотел бы немножко уточнить, вы вот уже говорили о вашем отесталинизме, а интересно, вот, вы могли бы с вами определить какое-то конкретное событие или ряд событий, которые наметили, вот, ваш поворот по отношению к Сталину, конечно, процесс шел постепенно, эволюционно, может, что-то у вас отложилось в памяти. Основной, я думаю, во время смерти Сталина, так, переворот в оценке Сталина и сталинизма у меня уже произошел. Но, печатать все то, понимаете, несмотря на то, что переворот произошел, он все равно оставался таким, что те выводы, к которым я пришел, они были официально неприемлемы. И за эти выводы меня тем более могли бы наказать хуже даже, чем за критику Сталинизма. и так оно и произошло, когда я начал печатать заяющие высоты светлое будущее, меня же выбросили из страны, а так меня должны были арестовать на 12 лет, мне судили заключение. Так вот, основой для переворота послужила война, победоносная война. и те перемены, которые произошли во время войны. Вот, я уже, ну, понимаете, вот, в книге «Наши и новости полет» я там изложил сущность этого перелома. Все равно этот перелом, все равно он оставался в рамках неприемлемых с точки зрения официальной идеологии. Так, ну, я действительно установил, что без советской социальной системы, без сталинского руководства и без, лично без Сталина мы потерпели бы поражение. Так, но, смотрите, что в это время уже назрела десталинизация. Уже был подготовлен доклад, который потом прочитал Хрущев. И, значит, произошла десталинизация и произошел мой перелом. Они не совпали. И несовпадение, когда Сталин умер, я себе сказал, все, я мертвых не бью, все, он перестал для меня быть объектом критики. И перестаю критиковать сталинизм, вот ту сталинскую эпоху, как я ее ограничил. Я уже к этому времени установил, что это была только юность коммунизма. И я описывал для себя структуру советской системы этого периода, систему вождизма, вождь, клика окружающие его, силовые учреждения, КГБ. Разумеется, в такой форме формулировать мой перелом было бессмысленно. И потом на каком-то ученом совете в институте, я уже работал в институте философии, так уже все бывшие сталинисты вдруг все стали антисталинистами и началось безудержное разоблачение сталинизма. Ну, знаете, как у нас это делается? Все вдруг стали выглядеть жертвами сталинизма и все поносили. Мне это осточертело и я вылез на этом ученом совете и сказал, что мертвого льва может ли быть даже осел? И после этого меня зачислили в недобитые сталинисты. Можете себе представить. Хотя все прекрасно знали уже к этому времени мое умонастроение, реальное умонастроение. Вот так произошел. То есть моя оценка сталинизма не совпадала с официальной партийной идеологической оценкой этого периода. Я считал, я когда и говорил об этом, слух высказывал это, что это был самый грандиозный период советской истории. Теперь начинается с одной стороны нормализация коммунизма путем десталинизации и одновременно будет нарастать кризис. Кризис идеологии. И потом я после того, как я уже получил образование, я работал много как используя мои собственные методы, я построил математическую теорию коммунизма, я в ней построил теорию кризисов и предсказал неизбежность кризисов при коммунизме. Ну и вот понимаете суть моего перелома. Я стал рассматривать иначе советское общество и построил я считаю первую научную теорию коммунизма, в ней я предсказал неизбежность кризисов. А в советской идеологии марксизме коммунистическая система считалась бескризисной. Я послал тогда эту работу в ЦК, послал в президиум академии наук и рецензировали ее мои друзья, коллеги, разумеется, и все оценили работу как клевета, клевету на советское общество. Она у меня была изъята, меня вытаскали в КГБ неоднократно, но поскольку я к этому времени уже стал приобретать значительное имя в мировой науке, по моей специальности как логик, меня все-таки пощадили и не арестовали, но заниматься этими проблемами запретили. Затем наступил послесталинский период, в чем суть этого перелома, в моих работах это тоже описано, что наступила эпоха нормального, скажем, зрелого коммунизма, в котором я уже тогда рассматривал его не как общество, как сверхобщество, сложилась сверхвласть и на вершине этой сверхвласти был партийный аппарат, затем ему подчинялась система государственности, хозяйственная власть, ну в общем всякие факты, которые потом стали общеизвестными, но до сих пор так и остаются непонятыми. Вот разумеется печатать все это было невозможно и я впервые стал печатать результаты моих исследований начиная только с 76-го года. И то в литературной форме сначала. Моя книга «Коммунизм как реальность» вышла в 80-м году только, я за нее получил единственный до сих пор русский ученый высшую награду по социологии, книга была оценена как первая научная работа о коммунизме. Но она была на Западе. Ну вот видите, как меняются времена. А после Горбачевска и Ельцинского антикоммунистического переворота те же самые мои работы, за которые меня выгнали из страны, зачислили в антикоммунистов, в антисоветчики, те же самые люди стали называть прокоммунистическими и мне создали репутацию красно-коричневого даже. Так ну до вас может быть доходили на этот счет какие-то слухи. Ну и я конечно повзрослел. Вот сейчас мне скоро 79 лет. Я был когда членом террористической группы мне было 16 лет. Так и группа наша анекдотичная была у нас хотя намерения были серьезные, но тогда и за одни намерения расстреливали. Так тем не менее прошло больше 60 лет и больше 60 лет это работа, работа и работа, исследования и исследования. И сейчас конечно я выработал взгляд на Сталина, на сталинскую эпоху, на Сталинин совсем другой и ну это уже результат целой жизни. И я сейчас вот подводя итог того, что я сказал, могу сказать, что советский период был вершиной русской истории, ничего подобного такого уровня не было и не будет, и не будет, что вершина это была достигнута благодаря советской системе, благодаря сталинизму, без Сталина ничего подобного не было. Я даже роль Сталина оцениваю выше, чем роль Ленина, хотя я Ленина оцениваю очень высоко, я считаю, 20-й век, вообще это век Ленина, Сталина, ну может быть, можно добавить сюда еще Мао Цзэдуна. Вот, и это было не просто вершина русской истории, это был прорыв мировой истории. Прорыв мировой истории, наша страна создала эволюционную конкуренцию западному пути эволюции. На западе это подняли прекрасно, и вся холодная война, ну уже Гитлер был направлен против нашей страны, тогда уже понимали опасность этого пути, так, Гитлер был фактически, война Гитлера против нас была фактически войной с запада против нас, ну а потом вся холодная война больше 50 лет, и эта война продолжается до сих пор, и до сих пор нас русских еще на западе считают так сказать генетическими коммунистами, и пока нас не добьют до конца не успокоятся. Александр Сунович, позвольте, я скажу, давайте вернемся немножко назад, скажите, пожалуйста, как вы считаете, какие особенности нашего общества, какие, может быть, особенности, черты характера Сталина, способствовали тому, что, ну, никому неизвестен сын Сапожника, Иосиф Джугашвили, превратился со временем в человека, который, по образному выражению, унистана Черчилля, принял Россию с Сахой, оставил из атомной бомбы. Ну, вы знаете, это случай в истории, абсолютный случай. Не будь такого случайного совпадения, так мы бы, не стала бы наша страна, второй север, державы планеты. Это чистый случай. Вообще, в истории многое есть, результат случая, скажем, возникновения человека есть случайность. Вот если посчитать, я как математик могу посчитать, вероятность появления человека была близка к нулю. Возникновение языка делалось то же самое и так далее. Вот, так что случай это не исключение. Мы вот только задним числом, когда смотрим назад, поражаемся, понимаете, а вернитесь вы в те годы, скажем, вот год, когда Сталин становился генсеком, если бы вам кто-нибудь там рассказал, что будет страна таких высот достигнут, никто бы не поверил. В 41-м году, когда Гитлер на нас напал, никто в мире, на Западе, мыслители, политики, не верили в то, что мы выдержим эту войну. И я думаю, что даже среди коммунистов такой веры не было, понимаете. Потом, когда победу одержали, сразу находятся тысячи умников, которые начинают говорить, что Сталин то неправильно сделал, то вот тут, тут виноват, если бы он поступил по-другому, то еще в 41-м году мы бы победили. Это все очень сложные, так сказать, процессы. Так вот, к вопросу вы спрашиваете личности Сталина. Вот случайно получилось так, что на вершине руководства нашей страной оказался прирожденный гений. Он как политический стратег, как руководитель процессов огромного масштаба оказался личностью уникальной. Он на 10 голов выше всех деятелей крупного масштаба, живших в ту эпоху. Я считаю, что Гитлер был гений, безусловно, гений, но Сталин на несколько порядков оказался выше его. Черчилль был гениальный человек, но он щенок по сравнению со Сталином. Вот, да, но и масса других черт. Вот есть такой феномен, я называю это субстанция власти. Вот субстанция власти. Для каждого человека это нечто такое в человеке, что действительно дается от рождения. Вот, скажем, во мне субстанция власти, ну, вот с толщиками. Я имел возможность много раз сделать карьеру, правда, я сам уклонялся, но от полной отсутствия субстанции власти исключал этот путь для меня. Я был рожден для другого. рожден для думания, я машина для мышления. И действительно стал машиной для мышления, но субстанции власти никакой. А вот есть люди, бывают, у которых очень сильно выраженная субстанция власти. Сталин был, как человек, был воплощенный субстанцией власти. Ну, я могу перевести, скажем, вот, моя жена, у нее очень сильная субстанция власти, прирожденная. И это ощущают все окружающие. Все окружающие. А меня, даже моя собака не слушалась, и то я должен был ей подчиняться. Вот. И ну, могу сказать, что довольно сильная субстанция власти у нынешнего президента. Вот. Ну, такое качество могу назвать выдержка, конечно. Иногда говорят, Сталин никогда ничего не забывал, вот он там со временем и мстил. Для великого человека это великое качество. он действительно ничего не забывал, он все помнил, он способность оценивать людей, конечно, колоссальная и со временем накопилась. И потом, понимаете, он обладал феноменальной способностью обучаться. Вот его, я верю в это, говорили, что он в день просматривал как минимум 400 страниц. Вот я был в хороших отношениях, мы дружили вы знаете, был Микулин, который конструировал моторы для Ильюшинских самолетов. Это один из самых гениальных русских людей того времени. Так, он был в близких отношениях со Сталином. Вот, кстати, единственный из генералов, которому Сталин разрешил в белом кителе приходить на всякие там совещания. Сталин сам только мог как генералист приходить и разрешал это Микулину. Так вот, он рассказывал, что когда проводилось это неоднократное совещание по авиационным проблемам самого различного характера, он всегда выступал так, как будто он был крупным специалистом в этих проблемах. Вот это поразительная работоспособность. И вот это совокупность этих качеств. Вы знаете, когда в начале войны вот все и Хрущев об этом говорил, и другие, что он плакал, там и не знал, что делать. Всякое может быть с людьми. Действительно, по его расчетам нам года не хватило. И Сталин правильно рассчитывал. Но и Гитлер был не дурак. И Гитлер понимал, что если Сталину дать год, тогда войну Германия не выиграет. Понимаете, это шла огромная мировая игра, как в шахматы играют, но только не на одной доске, а на сотнях досок в разных измерениях. И тут ум-то посильнее нужен, чем ум шахматных чемпионов. Всякого рода просчеты возможны. И говорят, Сталин плакал. Я могу его понять. Это вовсе не есть признак слабости. Признак слабости. Железный человек, сильный человек. Это не обязательно такой, который никогда у него колебаний не бывает все время, так сказать, состояние выдержки. Так бывает только с примитивными людьми. Даже такой, одна из самых крупнейших личностей, возьмите Маяковского. Могучий человек. И тот был, оказывается, чрезвычайно уязвимым. Такие очень сильные, крупные люди, они бывают очень уязвимыми психологически. Я допускаю такое. Но главное тут не в том, что Сталин, допустим, он на какое-то время растерялся. Это не главное. Это всякое может. Главное то, что он пришел в себя, взял в свои руки руководство и всю войну до конца потом провел безупречно. Лучше, я считаю, провести ее было невозможно. Я пережил всю войну, я был свидетелем всех этих событий. На самых различных участках фронта приходилось бывать. И вот это совокупность, понимаете, это уникальная совокупность качества. Ни у кого другого такого не было. Так как было с Наполеоном. Другой Наполеон был невозможен. Вот так и получилось, что и он, и тоже нужно отдать должность Сталину. Вот иногда его обвиняют в том, что он лучших маршалов расстрелял и все такое. Но это особый вопрос, я на нем останавливаться не буду. Скажу только, что если бы все эти маршалы выдающиеся остались, мы проиграли бы войну в 41 году уже. И в Москве сидел бы какой-нибудь Бонапартик типа Тухачевского. Но уже послушный Западу и послушный Гитлеру. Все таки несмотря на что Сталин сумел сплотить вокруг себя плеяду вот взять если войну выдающийся полководцев. Без Сталина не было бы ни Жукова, ни Рокоссовского, ни Чердиховского, ни Конева, ни других. Так как без Наполеона не было бы ни Даву, ни Нее, ни Мюрата. Вы понимаете мою мнение? Я считаю, что о Сталине много написано. Но в основном все, что почти все, большинство из того, что написано это ложь, клевета, фальсификация или непонимание. Непонимание. Я думаю, что первой, не сочтите это, во всяком случае, попыткой дать настоящую исторически правильную оценку сталинизма, это было бы сделано у моих работ. Вот когда вышел нашей юности полет к 30-летию с одной смерти Сталина, меня на Западе, хотя я оставался, книжка была критичной, меня сразу записали в апологен сталинизмом. Александр Александрович, вы коснулись события Отечественной войны, скажите, пожалуйста, интересен ваш взгляд очевидца, он тоже касается Сталина и разговоров о том, необыкновенной жестокости, вы прошли войну с первого дня, вы были в окружении, как вы относитесь к договору приказа номер 270 о военнопленных, ему в августе исполняется 60 лет, ведь вы изучали его уже, наверное, на бумаге, вы наверняка не перегнули Сталина здесь палку. Что? Не перегнули Сталина палку. Нет, нет, если что он ошибался, то он не догнул палку. Вы знаете, вот поражение начала войны, начала войны, сваливает полностью на Сталина. Это ошибочно. Конечно, и Сталин не бог, но был целый комплекс факторов, который остается совершенно неисследованным, неисследованным и не то, и дело не в том, что невозможно исследовать, не хотят исследовать. Вот я беру такой фактор, как человеческий материал. Я сам был свидетелем, когда бросали оружие, боеспособные части. Меня чуть не пристрелили из-за того, что я отказался снять, я был сержантом, снять треугольнички и призывал к тому, чтобы стрелять. Понимаете, да? Кричали, вы подводите нас, вы подводите товарищей, понимаете? То есть, они бросили оружие, так? Вот эта эпидемия предательства, это была эпидемия предательства, она не случайна была. Возьмите, перенесемся, я сразу перенесусь в Горбачевско-Ельцинские годы, да? 91-й год или когда там, вдруг 18-миллионная КПСС испарилась, как будто ее и не было, ведь это 18 миллионов предателей, все же они давали клятву, да последней капли крови сражаться за идеи марксизма, низма, куда испарились все те бесчисленные армии идеологов и прочее, их же тысячи и партийных работников, миллионы, где они? Так что этот фактор тоже сработал и другие, ну и самое главное, что и вот даже так, понимаете, тут важен способ рассуждения, а я считаю, что поражение в начале войны сыграли положительную роль, сыграли положительную роль и все в армию хлынули выпускники школ, десятиклассники и студенты, так я считаю вообще, что эту войну выиграл советский десятиклассник. Пришло, тот офицерский и даже генеральский состав был в массе свой, безграмотный и там, где раньше то есть на решение каких-то проблем с тем составом приходилось тратить сколько сил времени, а тут пришли люди, которые за три месяца становились хорошими офицерами, вплоть до командиров полков и потом возьмите все огромные, ведь войну выигрывали не только те, кто стреляли, а штабы, сколько работало людей в штабах, а наука, организация производства, ведь это все десятиклассник, понимаете, и так что нет худа без добра, нет худа без добра, худа без добра, вот, понимаете, так сказать, если подойти ко всем этим процессом с позиции некоего инопланетянина, да, и вот так смотреть абсолютно без тюстраста, то открываются такие явления, о которых совершенно не говорили, но только в моих работах это еще кое-что есть, и то, вы знаете, к этому относятся очень плохо. Ну вот, сталинские решения. Если бы не было приказа Сталина, решения Сталина о заград отрядах, не остановили бы меня генера. И что поразительно, я, вы знаете, вот, то, что они, и этот приказ, он сыграл не столько практическую, сколько моральную, психологическую роль. Я бывал в самых различных ситуациях. Я ни разу за все время войны не видел ни одного человека из заград отряда. Ни разу не видел, так? Я участвовал в боях. Понимаете, да? И как-то произошло так, что со временем, как только перелом произошел, в чем величайшая заслуга Сталина и партии, и всего руководства, создали перелом в ходе войны. Вот такие жестокие меры и относительно военно-пленных сдавались в плен. Понимаете? Вот я потом, у меня критерий есть такой, а что бы ты сделал на месте Сталина? Вот что бы я сделал на месте Сталина? Я видел, как это самое, я ходил по этим людям, они лежали, вытянув руки, рядом лежали автоматы и винтовки, так? Понимаете? И они уже капитулировали. А могли стрелять? Могли хотя бы одного немца убить? и в тех случаях, как только наши начинали оказывать сопротивление, сразу эффект получался поразительный. Я помню, когда нас втроем оставили прикрывать отход части, так, да нам стоило только несколько выстрелов сделать, как там крупное немецкое подразделение, они решили с нами в бой не выступать, они просто обошли и ушли. Понимаете? старались, то есть любое наше сопротивление действовало на немецкую армию деморализующе. Вот создали этот перелом и после этого перелома, после этого перелома, всю войну и все люди, которых мне приходилось видеть, прожили с сознанием нормальности хода войны. Вы понимаете, да, вот начало войны мы ощущали ненормальность, ненормальность, паника, не видно нигде командиров, генералы все исчезли, так, вот у нас сборная Солянка получилась из представителей разных родов войск, я-то из танкового полка туда попал, вдруг появился капитан, какой-то капитан, откуда он взялся, я даже не знаю, так, и сразу вокруг к нему он не снял знаки различия, и сразу сложилась боеспособная группа. Вот это и потом, еще, я сейчас закончу, понимаете, вот тоже, потом издевались над Сталиным, и Хрущев издевался, и кто-то там, еще из маршалов, я помню, к нам приезжал, Еременко в институт, когда уже начали Сталина, так сказать, пачкать грязью все, кого не лень, что вот, понимаете, вместо того, что он командовал по глобусу, и вот вместо того, чтобы там кто-то, да, он дает салюты устраивать, я в армии, я пережил это, вот, или введение, погоны ввели вместо новую форму, я знаю, какую это роль сыграло, он же, ему же, это, он, ему заниматься, смотреть карты двухкилометровки, или даже десятикометровки, да, это все равно, что генералу ходить и нюхать солдатские портянки, смотреть, как он, как они закручивают солдатские портянки, как койки заправляют, он же стратег, понимаете, и он руководитель войны, а война уже была такого типа, что, границу между фронтом и тылом провести невозможно было, один только фронт в том смысле, когда записывали, что он был на фронте, больше 500 километров в глубину был, кстати, насчет ветеранов, те ветераны, которые, большинство из которых, не в обиду будет им сказано, уцелели, большинство из них порох-то никогда не нюхали, ведь это, знаете, те, кто участвовал в настоящих боях, либо убиты, были искалечены, либо потом спились, пропали в лагерях, и все такое проще. Ну, короче говоря, вот, в сталинских мерах, а потом пошла нормальная война. Александр Александрович, еще один острый вопрос, острая тема, это репрессированные народы, которые сейчас перехлестывают с той второй уже войной, которая идет в Чечне. Есть версии, некоторые следователи полагают, что принимая такое решение о выселении народов, которое в глазах демократов выглядит, конечно, абсолютным зло, Сталин, по сути дела, спас оба эти народа от истребления. Как вы считаете? опять я повторю эту фразу, каждый меняет себя стратегом в виде боя со стороны. Легко задним числом рассуждать, что вот, если бы сделали по-другому, вдруг все умниками становятся, все умниками, такими, они все понимают. А вот сейчас, возьмите, вот репрессии, говорят, концлагеря, репрессии. Сколько сейчас в тюрьмах сидит народу? А ведь сталинизма никакого нет. Побольше, чем сидело в сталинских лагерях со всего Советского Союза. Так в чем же дело-то? Я вот, репрессии у нас, я работал в колхозе, посадили и председателя колхоза, и всех звеньевых, бригадиров, и звеньевых посажали. За что? За пьянство. Но ведь это было, но проходили как в 58-й статье, как враги народу. Понимаете? Вот. Теперь насчет этих народов. Что, если верить Солженицыну, то дело было, обстояло так. Был во главе злодей Сталина, глупый, коварный, трусливый и все прочее. И клика таких же ничтожеств. А кругом все были честные, добрые, умные люди. Да черт возьми, что же вы, добрые, умные, ничего, не сбросили эту кучку негодяев? Было же все в реальности. Это не так. Не так. Ведь было же такое, скажем, что крымские татары уничтожали наши десанты, ну, и уничтожали наших, и похуже немцев издевались. Ведь было же такое, что и те же самые чеченцы, и другие какие-то народы сотрудничали с немцами. Сколько украинцев было в зондеркомандах во всяких, да? Сколько всего этого было. Понимаете, это шла, шла битва эпохальная. Тут это легко в кабинетике сидеть, понимаете, и принимать гуманные какие-то решения. Вроде сейчас тоже суперидиотизм. Надо действовать там по закону. Попробуйте действовать по закону. Любой примитивный случай, если строго по законам, какие существуют на Западе, страна должна бросить абсолютно все. И бросить все силы только на то, чтобы рассматривать законно дело одного какого-то террориста, жулика и так далее. И только этим и заниматься. Вот эти немцев по Волча выселили. Ну, даже начнем с того. Я в армии начал служить на Дальнем Востоке. И даже участвовал в операции по выселению. Ловили корейцев, выселяли их оттуда. Все-таки мы же были уверены тогда, что и Япония будет против нас воевать. Хорошо. Ну, так ведь там японских шпионов было как собак не резаных. Ведь, понимаете, у нас как они ухитрились переправить. Я в хвалерийском полку служил. Лошадь, зараженную САПом, к нам в полк. И среди других лошадей ее обнаружили. А что вы думаете, все немцы были такие советские патриоты? Немцы все равно остаются немцами, где бы, когда бы они ни были. И тем более, когда двигалась немецкая армия. Так это абсолютно правильное решение было выселить их туда. и, скажем, выселение этих народов. Вы правильно сказали, что, поскольку их спасли. И крымских татар спасли, и чеченцев спасли, и кого там еще. Я не специалист по этим проблемам. А вот, знаете что, а если бы произошло так, произошло так, вот остановили немцев под Сталинградом, все было ясно, что войну выигрываем, и потом наша лавина армейская движется. Что вы думаете, их пощадили вы? Их стерли бы с лица земли всех, как врагов, как преступников. Как преступников. С ними расправлялись бы хуже, чем с немцами. С предателями всегда расправляются серьезнее, чем с открытым врагом. Я вообще сейчас, ну, то, что все время наша история фальсифицировалась, так, и чернилась, это очевидно всем. Я не хочу об этом уже говорить. Считаю, что это был черный провал. То есть, самые высшие достижения человечества были объявлены черным провалом. Хотя, зачем же тогда было с этим черным провалом 50 с лишним лет так упорно бороться, триллионы долларов тратить на это дело, да? Зачем, если бы мы были такие жалкие? Нет. Понимаете, а теперь идет, поливают грязью все, что самое значительное было создано у нас. Фальсифицируется все, включая, в том числе, и национальную политику. Та национальная политика, которая проводилась с советской властью, она была самая идеальная. Я скажу, к сожалению. Сейчас можно сказать к сожалению. Потому что делалось все в основном за счет русских. Мы вот в этом стихотворении тост, прочитайте его, если оно вам подвердется, в книжке «Наши юности полет». Я там и отметил. Почти тяготы войны, и войны, и строительство, и индустриализация, и коллективизация, в основном на своих плечах вытянул русский народ. И Сталин это прекрасно понимал. И если бы русский народ во всяком государстве ведущий народ всегда имеет жизненный уровень выше, чем остальные, а у нас мы русские имели жизненный уровень ниже, чем все прочие народы. А потом вот так и получилось. И началось сейчас, ах, если бы не русские, то они бы уже давно были, жили на уровне Соединенных Штатов. Я вам расскажу одну смешную историю и закончу. Понимаете, мы в Германии жили из какой-то национального округа или района, я даже не знаю, как называется это, административная единица. Приехал в Германию скрипач большими буквами объявления. Вторая скрипка вот такого-то народа. Вторая. Ну, знаете, как это звучит? Вторая скрипка это уж думается, что выдающийся музыкант. Вторая скрипка играл он очень плохо. То есть, так как, скажем, двухтысячная скрипка в Германии и то играет лучше. Но все равно, понимаете, вторая скрипка. И вот он дает интервью и говорит, да, вы понимаете, если нам очень вредила русская национальная политика, двойное угнетение, если вы не русские, то и у нас появились бы наши поганини. понимаете, у них появились бы поганини. Скрипки-то там никогда не существовало. Вот так и получилось теперь, что, ах, если бы не русские, то и украинцы были бы, жили на уровне выше, чем Канада. И все там, и грузины, вот он, у них жизненный уровень советский период был в пять раз выше, чем у русских, да? Сейчас они отделились, где он, этот жизненный уровень, живут на уровне ниже нищенства и не поднимутся, пусть хоть в доску расшибутся, а не там. Вот так и получается, понимаете? И, к сожалению, все люди, понимающие, с какой-то безропотностью принимают. Все, вот Волкогон, Волкогон был, да, да, это самое, написал, гнуснейшие работы, и о войне, и о начале войны, и о сталинизме. Все так, и не находится никого, кто бы раскритиковал, как все, или вот этот, как его, Суворов, да, уж это, явно предатель, законченный предатель, да, вот, и книга, стопроцентная фальсификация истории, ничего так, и все, и открываешь газеты, и вдруг, ага, вот, раскрыли какие-то документы на период, периода войны, вот теперь и думают, что и раскроют они документик какой-нибудь, где, оказывается, там, Сталин какое-то словечко сказал, и все встанет на свои места. А главный аргумент победу мы держали, какие еще вам документики из архивов нужны, победу одержали, культуру спасли, и все эти народы, которые теперь на нас плюют, да, все же, всех их спасли, и народы Европы спасли, и когда, в конце, когда война кончилась, ведь так к нам и относились, как спасители. Александр Иванович, если позвольте, последний вопрос. В наше время, когда антисталинская волна уже явно пошла на спад, и в общем намечается некий сталинский ренессанс, приятно, что это касается не только людей пожилых, но и, прежде всего, молодежи. Вот как вы относитесь к этому процессу, как ученые, позитивнее, негативнее, наружески? Понимаете, вот тут всегда бросаются из одной крайности в другую. Начинается, допустим, сталинский ренессанс. Вот так, как начался ренессанс православия, и дореволюционные какие-то формы, там и с князьями носятся его, и монархию хотят восстанавливать. То же самое происходит с этим. То есть бросаются в это дело люди некомпетентные, люди, имеющие свои какие-то корыстные цели. И они в результате начинают пакостить, то есть устраивают такой ренессанс, что лучше бы его и не было. И начинают превозносить то, что превозносить не стоило. Ведь для того, чтобы ко всему этому нормально относиться должна существовать какая-то линия культуры здравая, здравая, высоко квалифицированная, в которой действительно давались бы определенные правильные оценки. И чтобы не превозносили царскую Россию, которая была тюрьмой народов, была, страной нищих, безграмотных людей, ну что Радищев, Чехов, Достоевский, Толстой, что они врали, что ли, это лучшие люди России были. А теперь все оказывается нет, царь-батюшка, ох, какие они все умные были, какие заботливые, понимаете, да, вот, так и получится и с этим, со сталинским ренессансом. Я кое-что читаю, попадается в руки, да, но вот тут уж мое положение, я не принимаю ни то, ни другое. Истина ни в том и ни в этом. Чтобы, чтобы, если уж мы, я вам уже, наверное, надоел, мы к концу приближаемся, я должен вам сказать, чтобы правильно оценить Сталина и сталинизм и правильно оценить, что последовало за тем, нужно на высоком научном уровне понять, что было создано под руководством этих людей, понимаете, да, что было создано, оценить сущность эпохи. Вот, если пройдут годы и в конце концов остынут страсти и будут, найдутся, наконец, честные и умные люди, будут давать оценку, скажем, если нас не вычеркнут из истории вообще, хотя как раз Запад хочет нас вычеркнуть вообще и уже победу Великой Отечественной войне себе они приписывают. Вот, кстати, дискредитация Сталина и идет, чтобы занизить нас и чтобы присвоить все себе, хотя и американцы, и англичане, вояки-то были никудышные, и если бы мы со своих, с наших фронтов не помогали, не сдерживали немцев, то они бы немцы форшмак из них бы просто сделали. Понимаете? Вот. Так вот, чтобы в качестве оценки этой эпохи останется только одно, что произошло беспрецедентное в истории человечества революция за кратчайшие сроки, за несколько в истории, понимаете, в истории вы не найдете ни одного периода, чтобы за столько лет в таких трудных условиях, ведь в каких условиях жили, в каком состоянии страна, война за войной, разрух и все прочее, чтобы за столько лет создали такую высочайший уровень науки, высочайший уровень культуры, передовую промышленность, могучую армию, завоевание космоса, это все было сделано, я вот беру только одну литературу, да, вот издеваются над советской литературой, возьмите любой отрезок истории на Западе, вы не найдете такого периода, где была такая создана мощная литература, когда начинают сравнивать, то говорят, смотрите, вот на Запад, что там, Шекспир, Данте, Бальзак, так ведь между ними расстояние в несколько столетий, это же накапливалось, и сколько народу там было, по сравнению с Россией, с Советским Союзом, сколько там, и народу раз в пять больше, если не больше, да, и времени раз 70 лет, или 40, или сколько, раз, чуть ли не, раз, как минимум, в пять, больше, так, и все это идет на смаку, все это идет, и вот сейчас, понимаете, ну, рассуждают, так, глядите, как они там живут, а мы, а мы, можно подумать, что мы все когда-то в истории вышли на беговую дорожку, все стали рядышком, и вот побежали, побежали американцы, немцы, французы, и русские, и русские, вот, под ноги подвернулся, Лениным под ножку, потом Сталин, и все они убежали вперед, а мы, так же дело не обстоит, там проходили столетия и тысячелетия, понимаете, и совсем, совсем, в других условиях, так вот, память настоящей оценкой и того, что делалось, является сама история, сама история, история не делалась сама собой, ее делали люди, и люди с определенными мозгами, пришел на место, на место великого Сталина ничтожества Хрущев, и чуть было не сгубили страну, так, появились, вот вам, появились, так сказать, Горбачев, Ельцин, так, и что они сделали, так, тут же произошла полная капитуляция страны, боеспособной страны, страны, перед которой трепетал весь мир, так, разрушили ее до основания, это от людей зависит, люди это делают, вот, если, и давать оценку, так, и даже с этой точки зрения Брежнев, как я, Брежнева презираю, я над ним издевался, но Брежнев не был предателем, Брежнев был руководителем, аппаратом, огромного, и он все функции выполнял, это при Брежневе мы стали второй сверхдержавой, так, и, и, вот, сейчас я закончу, понимаете, и, даже вот такой пустячок, это, вот, то, о чем говорю, это дело сделано только в моих работах, это все полностью игнорируют, почему произошел кризис, допустим, о котором я писал еще работы в начале 70-х годов, и которые сидели как клевету на советское общество. Один только факт такой возьмите, в сравнении со старинскими годами в Брежневские годы число объектов, подлежащих управлению, увеличилось по сравнению со старинским временем почти в 500 раз. Глядят, где тот черный провал? Я имею в виду число школ, институтов, техникумов, заводов, понимаете, исследовательских, всего, все вместе. В 500 раз увеличилось. А управленческий аппарат увеличился где-то раза в полтора или в два не больше. Вот когда меня выбросили, когда со всех сторон на меня набрасывались и до сих пор набрасываются, когда спрашивали, где самое слабое звено советского общества, советский союз, знаете, как на западе рассматривали, колосс на глиняных ногах. Я говорил, ничего подобного. Ноги у этого колосса мощные, головка маленькая. Слишком маленький бюрократический аппарат был. Слишком маленький. Во всем партийном аппарате было 2000 функционеров ЦК КПСС. Да в одном международном банке функционеров 8000 хотя бы в Международный валютный фонд. Во сколько раз больше? А тут всего 2000 функционеров. По всей стране весь партийный аппарат 1500 функционеров на весь Советский Союз. А вот теперь сбросились, считалось, что это протократия, разрастание бюрократического аппарата и прочее. А теперь бюрократический аппарат в одной России больше, чем был во всем Советском Союзе. Вот, короче говоря, понимаете, ключ к пониманию и личности Сталина, и сталинизма, и всего того, что делалось, ключ к решению этих проблем в результатах их деятельности. И в результатах эпохального защиты. Спасибо большое, Сан Санч. Мы в итоге дали самую высшую оценку Вы в итоге дали самую высшую оценку Иосифу Сиреновичу во всех, так сказать, планах, и как руководитель, мыслитель, и организатор, и человек, и прочее, прочее. Вот, но Сталин называл себя марксистом, и был марксистом, и это видно во всех его трудах и в методике его действий. Что не возьмите, все не возьмите, так скажем, феномен сталинской экономики, которая начала разрушаться с 65-го года искусственно. Это же была марксистская экономика, только другое дело, что ее не удалось, может быть, там довести до конца в силу целого ряда причин. Так вот, у меня такой вопрос. Вы во всем согласны со Сталином? И в то же время несколько раз вы подчеркнули, что вы не марксист, никогда им не увлекались, и марксизм не, так сказать, не признаете. Понимаете? У меня этот вопрос, для меня имеет вопрос практическое значение. Это не просто я вот хочу к вам придраться. Сегодня идет, понимаете, ведь сегодняшняя жизнь, сегодняшняя борьба, сегодняшнее сопротивление против капитализма. вот этот вопрос очень важен, скажем, Зюганов отбрасывает марксизм полностью. Проханов нашел какое-то якобы завещание Сталина, которое проверено тысячу способами, и Сталин там пишет, что он никогда не был марксистом, никогда не был революционером, ему ничего не нужно, ему было только важно всех евреев удавить. Понимаете? Все на свой лад его приватизировать. Так вот у меня вопрос окончательный такой, значит, вы признаете, что Иосиф Селёнович Сталин был марксистом, выдающимся, последовательным марксистом, и в связи с этим, если вы не марксист, то как вы сейчас вот это противоречие улаживаете между... Вы знаете, во-первых, марксизм не чепуха, марксизм и идеология, и идеология самая грандиозная в истории человечества. В идеологии не всё ерунда, ложь, это совсем другое явление. Идеология не наука, понимаете, и фактически идеология играет гораздо более важную роль, чем наука. Наука доступна очень немногим и приложима в очень незначительных случаях. А какое вы определение дадите идеологии? Вот я скажу, что идеология это научно обоснованные, выраженные интересы определенного класса. Поэтому разные у буржуазии... Это у меня данное определение идеологии. Задача науки познания, а задача идеологии формирования сознания. Идеология опирается на науку, использует, но её задача формирования сознания и управления людьми путём воздействия на сознание. Вот. Ну, это, так сказать, специальный вопрос. Теперь, кроме того, марксизм это огромное явление. В марксизме было столько всего, что полностью охватить и даже в одно учение соединить невозможно. Невозможно. В каком смысле был Сталин марксист? Понимаете, это вопрос. Уже Ленин отошёл от марксизма. В марксизме, в классическом марксизме не было никакого учения о партии, не было учения о революции, не было учения о реальном коммунизме, не было никакого учения. Научный коммунизм марксистский, это всё отомрёт государство, отомрут деньги, это же всё не отмерло, и уже Ленин не был в этом смысле ортодоксальным марксистом. Ленин сказал, политика не экономика доминирует над политикой, а политика над экономикой. Сталин это понимал прекрасно. Сталин, заслуга Сталина то, что он ленинизм создал. Ленинизм создал практически не сам Ленин, а Сталин. Это развитие? Нет, не просто развитие. Не просто развитие. Марксистская идеология сыграла огромную роль до поры до времени. Потом она стала неадекватной реальностью. И одной из причин краха Советского Союза было именно неспособность марксизма, неспособность советской идеологии разобраться в том, что произошло. Как сказал Андропов, мы жили в обществе, не понимая его. И марксистская идеология мешала понимать то, что было на самом деле в Советском Союзе. Я бы сказал не так. Это была неспособность развивать марксизм. Ну и у меня еще один вопрос. Давайте другой. Последний. Как вы смотрите как сегодня у нас капитализм, идет борьба с какими-то достоинствами, недостатками и так далее. Как вы видите судьбу России, судьбу революционной борьбы, что мы так и останемся в этом капиталистическом болоте. Вот что я вам скажу, и тогда может быть вам яснее станет моя позиция в отношении марксизма и в отношении Сталина как теоретика и так далее. Дело все в том, дело все в том, что если разобраться в том, что из себя представляет реальное современное западное общество, то ни одно понятие из марксистского учения и не только из марксистского и всех социологов и экономистов не соответствует реальность. Я 20 с лишним лет изучал современное западное общество. Ко мне приезжала масса людей, я им говорил, пойдемте, покажите мне, если покажете хотя бы одного капиталиста в марксистском смысле, я капитулирую. Западное общество совсем другое, совсем другое, оно не является капиталистическим, там есть какие-то элементы капитализма, оно уже не является, я ввел понятие западнизм, это совсем другая социальная структура, вот в чем все дело. И советское, реальное советское общество научно не было изучено, 70 лет просуществовало, ни строчки научные не было написано, то, что я делал, была единственная попытка это сделать и до сих пор это остается. А между тем, между тем, и советское общество, и Запад, мы в этом смысле опередили Запад, эволюционировали на пути к более высокому уровню организации, я называю это сверхобществом. И Запад идет сейчас, вот в книге «Запад» я писал, разгромив коммунизм на Востоке, Запад сам устремился в этом направлении, Запад идет, мы проложили дорогу по всему человечеству. Вот я в двух словах вам скажу сейчас разницу, вот я в 78-м году, когда меня привезли в Вашингтон, там собралась гигантская аудитория, мне задали, скажите, в двух словах объясните, в чем сходство американизма, как самого яркого выражения, вот западнизма, как я называл, и советизма, и в чем их различие, в чем их различие. Я сказал, и я на этом настаиваю, так, советский коммунизм это Ваш западнизм в условиях советской социальной пустыни, то есть в условиях советских трудностей, бедностей и так далее. А что такое американизм? Это наш советизм в условиях западных джунглей. Дело в том, что у Вас в Вашем социальном пространстве одновременно существуют десятки коммунизмов. это их сосуществование создает плюрализм. Понимаете? То есть мы исторически получилось так, что мы на 50 лет опередили Запад. А если вы сейчас посмотрите, у них и система власти формируется такая же тоталитаристская, как у нас называли, была. И такого анархизма в экономике нет давно. Нет давно. Там вот та приватизация, которую устроили у нас здесь в России, это разбойничья, грабительская приватизация. На Западе этого нигде нет. Рынка такого на Западе, как у нас здесь изображают, нет. Там другое совсем. Понимаете? Вот в чем все дело. Вот если разобраться, что из себя в реальности представляло советское общество, так, в реальности. Я с этой точки зрения считаю, что мы в этом отношении сделали великие исторические открытия. что на самом деле из себя представляет Западное общество, тогда все станет на свои места. Вот теперь что получилось у нас теперь? Разгромили советскую коммунистическую систему. То, что получилось, это гибрид. Гибрид из западнизма, который нам искусственно навязывают и навязывают вовсе не с целью нас облагодетельствовать, а чтобы добить окончательно Россию. И из остатков советизма. И это вы можете видеть своими глазами везде. Что такое? Посмотрите, Кремль, как сейчас выглядит Кремль, президентские аппараты и так далее. Это полная аналогия с аппаратом ЦК КПСС. Только на несколько порядков хуже. Сравните Думу, парламент. Это претензия на западный парламент. Одновременно у нас был Верховный Совет, который ничуть не хуже был, только болтовни такой не было, какая творится в Думе. И теперь смотрите население. Ведь что такое было советская система? Мы все были служащие государства, мы все были бюджетники, получали заработные платы. Теперь частники появились. Частников сейчас больше, чем на Западе в процентном отношении. А у нас сейчас в России и бюджетники есть, и профессора университетов, врачи в больницах, учителя в школах, еще в значительной мере продолжают работать так, как в советское время. И формы отношений те сохранились, только живут они в нищенских условиях по сравнению с советским периодом. Вот специально сконструировали такую социальную систему, которая не способна обеспечить подъем России. Самая главная собственность. Ну, вот установили, сейчас создали классы богатых. которая обеспечивала все остальное. Так вот, я спрашиваю вас все-таки, что, как вы считаете, дальше пойдет развитие России? И вот вы сказали, там они чуть ли не коммунизм будут. Может быть, нам надо тоже на диване лежать, так сказать, и тоже мы все не можем. Или борьба нужна, какая? Нет, ну, понимаете, то, что сложилось, то, что будет. Вот система уже сложилась. Вот то, что сейчас сложилось, это пришло нам долго, может, далека. Такая ублюдочная социальная система. Но социальные уроды, как физические уроды. Мы должны согласиться с этим. А это ваше дело. Сидеть, а вы как со мной? Я, я ученый, я ее, вот я говорю, это моя борьба. Я изучаю это, я говорю, и вы что, вы думаете, мне за это ордена дают какие-то, да, и премии, мне ничего не дают, по шее только дают за это дело. Это моя борьба. Я вот с вами сейчас разговариваю. Это есть моя борьба. Понятно. Ну, хорошо, спасибо. Александр Александрович, меня зовут Николай Петрович, фамилия моя Пчелки. Я же, так же, как и вы, участник Великой Отечественной войны, воевал в Сталинграде, штурмовал в Берлин, освобождал Прагу. О, так я тоже Берлин, Прага, и Казахстан. Вот я в Третьих Гвардейский танк, Ваня. А, значит, рыбалка. Рыбалка. С рыбалкой у меня было... У меня вот такие к вам будут вопросы. Мы на протяжении двух лет, вот у нас группа людей, мы делаем опросы гостей и жителей Москвы об их отношении к Иосифу Виссарионовичу Сталину. Мы брали опросы, мы не стариков старались, мы старались больше молодежи, современной, и, ну, можно сказать, что люди такого молодого возраста, ну, до сорока лет. Ответы, конечно, нас поражали. Большинство ответов о том, что, когда мы задавали, вот, Ирина задавала вопросы, что вы знаете о Сталине и о во время Сталине, большинство ответов было просто такое, что они, во-первых, не знают, а если знают, то связывают с репрессиями, что этим решили. корень. Да, во-первых, репрессии играли в стране не такую уж большую роль, как им приписывают сейчас. И, конечно, об репрессиях мы знали, но одновременно шла жизнь, так, которая все это поглощала. и в моем окружении по, ну, вот, из людей в колхозе я работал, там были арестованы, я уже сказал, да, фактически правильных арестований, они были пьяницы и все такое и прочее. Так, по-настоящему, по-настоящему справедливо должен быть арестован и репрессирован. Это был я. Ну, что вы думаете, если я террорист, да, что меня должны были, мне должны были цветочки дарить. Я был преступник, я знал, на что иду. Понимаете, да? Теперь, сколько я однебродил по стране, я встречал людей, после войны все московские кабаки были забиты бывшими репрессированными там и так далее. В общем, общение было огромное. Я не встречал ни одного человека, поверьте, я не не апологет сталинизма, я критик сталинизма, я не встретил ни одного человека, который бы сказал, что его осудили безвинно. Чувство вины, то есть, так или иначе, это была историческая эпоха, вот что упускает, великого революционного перелома. И рассматривать это так, невинные жертвы и злодеи, это грубейшая ошибка. Я ни разу не встречал ни одного человека, о котором говорили, которого пытали, или который бы что-то. Об этом вообще разговора не было. Наоборот, на органы смотрели, как нечто такое, к органам относились с величайшим уважением. Я не могу, меня арестовали, меня за такое дело, должны были бы бить и все такое прочее. Я пожаловаться на вращение не могу. Мне, когда я рассказывал на Западе о том, что вот я впервые спал на отдельной койке и имел трехразовое питание, вопли были такие, что, понимаете, вот уж до чего договорился. Хотя я оговорился, понимаете, на гражданке хуже было, труднее жили. Вот, чтобы вы знали общий уровень. Ну вот, к вашему вопросу. Нет, я не встречал. еще у меня второй вопрос. Это первый вопрос, который задавала наша ведущая, которая у них сбрала интервью, вот Ирина. И второй вопрос, по-моему, был такой, откуда у вас эта информация о миллионах замученных? И они начинали нам говорить, что это они с телевидения. Практически все отвечали нужно. вот ваш вопрос, откуда информация? Ну вот, вы понимаете, вот они все отвечали. Я просматривал многочисленные работы, в которых приводились данные о репрессиях. Я утверждаю, что почти все они фальсификации. Фальсификация это не обязательно вранье. Вот, скажем, архипелаг ГУЛАГ это фальсификация. Но фальсификация концептуальная. Понимаете, каждый факт по отдельности верен, может быть, а в целом создается ложная концепция. Вот все те данные, с которыми я имел дело, они сфальсифицированы именно концептуально. Таким образом можно что угодно выдумать. Ну, а цифра, которую Солженицын пустил в ход, это, конечно, чудовищная выдумка. И хотя бы один тот факт. Известно ли вам, что за послевоенные годы население Советского Союза выросло на 104 миллиона? Хорошо, а если бы, если там 60 миллионов или сколько в ГУЛАГе уничтожили, кто же воевал? Кто же все строил? Откуда же появились эти люди? Понимаете, даже этот факт. И потом методы фальсификации я как математик я знаю, как это легко можно сделать. Александр Александрович, и вот еще вы мне конечно... Вот вы как думаете? Вот я недавно смотрел по средствам нашей информации, это электронных средств. Мне это неизвестно. И я думаю, что это неверно. Я в 46-м году поступал в университет. Со мной поступали в университет два парня, которые когда-то еще в 39-м году со мной поступали учиться вместе. Они были в плену оба, и они были на свободе. Я десятки, если не сотни людей встречал и в 46-й, 47-й и так далее год, и в московских... Ну, это был период, знаете, такого загула. Людей, которые были в плену и проходили проверку и их выпускали. Теперь я вам задам последний вопрос и сейчас вы кончаете. Только коротко ответить. Вот тоже недавно прошел процесс по делу в Сталинское время. Что бы этих ждало людей? А там были члены правительства. Ну, я... Что вы как считаете? Я думаю, что их расстреляли просто без малейшего каленания. Сталинское время при всей его жестокости, при всей его жестокости было эпохой удивительной справедливости. Вот я в моей книжке «Нашей юности полет» эту мысль провел через всю книгу. Несмотря ни на что. во-первых, нас на запад выдворили. Вернее, нам предложили тюрьма, семья, высылка в Сибирь. Вот. И даже поставлен был вопрос о лишении нас родительских прав. Вот. Или пять дней сроку убирайтесь на запад. Вот выбор был такой. мы ночь целую с женой сидели и думали как быть. Вот. И ну в конце концов конечно избрали запад. Ну все для всех это было знаете счастье. Для меня это было наказание. Мне было 56 лет. Я человек глубинно русский. Я на запад никогда не стремился. Меня советское общество устраивало. Хотя я был критически настроен. Но во всяком нормальном обществе есть критически настроенные люди. Так и другое мне общество не нужно было. Оказавшись на западе мы не имели никаких подачек ни от кого. Все русскоязычные издательства отказались меня печатать. Так и по существу мы стали изгоями и в эмиграции и в диссидентской среде. Мы были длинные мы все нам все приходилось зарабатывать своим горбом. Я мотался по белу свету начиная от Соединенных Штатов и кончая Японии. Везде где была возможность где-то прочитать лекции что-то подзаработать я за всю работу пролос. Приходилось в год писать по 2-3 книги потому что хотя мои книги становились бестселлерами это не значит что платили сумасшедшие деньги. Бестселлер во-первых проконтролировать было невозможно и ну в общем мы зарабатывали мы жили неплохо вот скажем материально жаловаться нам на это дело не приходится но запад все равно для меня был чужим. совершенно я был я находился там как говорил один мой герой что меня как вроде как чужеродное тело заслали откуда-то в интересах разведки то есть я оказался на западе и изучал его то есть это была для меня лаборатория невольно с этой точки зрения конечно опыт был колоссальный вы представляете 21 год я работал 10-12 и больше часов в сутки и Соединенные Штаты и все страны Европы понимаете и у меня было исключительное положение я имел ну у меня была репутация самого острого критика коммунизма вот и у меня был доступ к любым слоям населения начиная от королевских так сказать дворов и кончая ну самыми радикальными группами ну могу в качестве курьеза ну привести такие примеры скажем в Чили моим другом был Пиночет личным другом он представлял мои книги действительно выдающиеся личности я отношусь к нему и сейчас с величайшим уважением там мне подарили гору высотой и с другой стороны тоже такие так сказать курьезы я ну мой лозунг был такой я есть суверенное государство из одного человека и партия из одного человека я сам глава я был приглашенным гостем в качестве главы партии из одного человека итальянской партии радикалов слышали наверное такой съезд партии и был объявлен моё выступление оно имело успех выступает глава партии из одного человека вот Понимаете, так? Вот. И поэтому, конечно, то, что я смог увидеть на Западе, вот я писал сюда такие своего рода докладные записки, что дайте мне пять человек, я с пятью человеками, я создам вам картину Запада такую, которую 10 тысяч ваших бездельников, паразитов, шпионов не смогут сделать. Они не сделали этого. Запад остался непонятый и до сих пор остается непонятый. В этом смысле, конечно, было. Ну, и мы оказались на Западе, понимаете, в положении, ну, так сказать, людей без привилегий. Без привилегий было то, что я лично из себя представлял, а социальных никаких не было. Поэтому мы жили по законам западного общества. Скажем, мы уже через несколько дней стали платить налоги. Диссиденты, иммигранты никаких налогов не платили. И их боялись трогать. Так, наша дочь пошла, и потом, и младшая дочь, в немецкую школу, в обычную немецкую школу. И образование получала по немецким законам. Она старше стала художницей, и по немецким законам конкуренции она художница сцены. Она получила место там. Там 300 человек претендовали на место. То есть, понимаете, мы сражались там за жизнь. Но было интересно. Было, конечно, интересно. Моя жена окончила два специальных высших образования. Она стала менеджером экстракласса. Даже как менеджер личную благодарность от Квинтона имела, поскольку она работала в одном американском учреждении. То есть, мы работали. Но все равно этот мир для меня был чужой. Я там ощущал себя инопланетянином. Вот так и получилось, понимаете, что Россия, Советский Союз был моим обществом. Но я оказался чужеродным для него, и меня выкинули. Там меня приняли, и я мог иметь колоссальный успех. Но оно оказалось чужим для меня. Вот так мы в таком положении жили. Но теперь к вопросу о возвращении. Сейчас один момент я хочу уточнить. Вас же выслали из Советского Союза. Значит, Запад должен был вас, наоборот, принять распростерками. Да, нас и принимали, приветствовали. Знаете, на высочайшем уровне. Но если я специальным самолетом летел в Вашингтон, это о чем-то говорит. Но вскоре мы объяснились. Ну, вот меня принимали как жертву Советского Режима. Ну, в первой же пресс-конференции я сказал, я не жертва Режима, режим моя жертва. Ему от меня досталось больше, чем мне от него. Ну, это потом такие, что вот вы выжили там в царстве, в ГУЛАГе, так сказать, я сказал, ничего подобного. Это вы преувеличиваете. Я в Советском Союзе был свободен. Я говорил то, что думал, печатал то, что думал, и я сделал себе мировое имя, как ученый. Я же там жил. Ну, и после этого я успел проскочить, как там писали в газетах, Зиновьев проскочил по недосмотру, по ошибке. То есть меня приняли за диссидента. Но я пока в диссидентах ходил, я успел там напечатать несколько книжек, они стали мировыми бестселлерами, и меня уже придушить было невозможно. Вот. Ну, в общем, понимаете, скажем, мы заняли на Западе особое положение. Мы не были ни в диссидентской среде, нам открыт был весь мир. И у нас появилось много друзей. Ну, знаете, каких друзей? Ну, Нью-Йорки, допустим, или в Лондоне, даже из Южной Африки там были, из Новой Зеландии. То есть, понимаете, существует на Западе, вот, если вы сумеете занять такое положение, такое международное, сверхнациональное, сверхгосударственное общество. Туда входят, в это общество входят и люди высокого звания, там, из таких, из аристократических кругов, из бизнесменов. Так вот, скажем, наша дочь старше училась вместе с внучкой Сименса, и мы с ними были знакомы. Да? Вот такое мировое сообщество, и мы в нем жили. В нем жили, и мы могли бы и дальше так жить. У нас были уже, хотя мне создали уже там репутацию красно-коричневого, что Зиновьев изменился, стал защитником коммунизма, хотя ничего подобного не было, но неважно, там, если уж создали репутацию. Но, тем не менее, я печатался, и жить мы могли. Очень известные предложения были для моей жены, как для менеджера. Но, скажем, мы могли переехать и в Америку, куда я категорически отказывался уезжать. Но в это время произошел в России переворот. Вот. И, конечно, то, что стало происходить, стало главным предметом моего внимания. И, наверное, штук 10 книг я уже писал о постсоветском периоде. Ну, и я на Западе был хорошо информирован, но все равно мало. Все равно надо было своими глазами все это видеть. Я не мог спокойно жить, не щупая, так сказать, своими руками, что же там в стране происходит, почему все это происходит. Так это одна причина. И вторая причина – это то, что на Западе началась сильнейшая русофобия. То есть такая русофобия, коммунизм разгромили, коммунизм перестал быть, так сказать, жупелом, да. И выдумали, стали русских превращать, вот, создавать им такой образ врага. Но русофобия чудовищная. Вы представить себе не можете. Это так со стороны незаметно и для посторонних. Но мы-то видели это буквально. Открываешь учебник, в учебнике книжки читаешь, да. Слушаешь лекции, то есть до мелочей. Там делают это умно, а не так, как, скажем, делали в России грубо, и это не действовало. Если уж они, там, идеологическая обработка идет, то в миллионах мелочей люди даже не замечают этого. Даже не замечают этого. Скажем, вот, оценка войны. Прямо, ну, скажем, вот, сцена была, которую наблюдала моя жена. Экскурсовод группу людей в Мюнхене рассказывает, что вот, видите, Мюнхен, и как рассказывает, вот, советские, русские громили, вот, они разгромили, такие-то города. Да, был разгромлен Мюнхен. А жена говорит, как так русские громили? Это не русские Мюнхен. Мюнхен бомбили вовсе не русские. И бомбили из мести, и кто их, и Дрестон бомбили, по-моему, англичане, да. А Мюнхен американцы разбомбили. А экскурсовод говорит, ну, это неважно. Тут произошла война с русскими, и Мюнхен был разрушен. Понимаете, вот, до уменьшающих деталей. Открываешь книжку по истории авиации. Кто сделал мертвую петлю? Знаете, да? Ну, если вы думаете, что вы там найдете имя Местерова, нет. Там какой-то немецкий летчик это сделал, да. Вплоть до того, что даже в некоторых учебниках по химии нет имени Менделеева. Но уж по математике, по неевкоридовым геометриям нет имени Лобачевского. То есть систематические вычеркивания русских из мировой культуры. И фальсификация советской истории, в особенности такая, началась. Ну, невыносимо. Терпеть это было невозможно. Ну, и толчком послужила окончательно война в Сербии. Тогда стало ясно, когда американцы НАТО стали бомбить Сербию, ни в чем не повинную. И стало ясно, что такая участь может постигнуть Россию. Вот я тогда сказал, что я больше ни минуты не хочу оставаться на Западе. Хотя, конечно, моя семья, в общем-то, они понимали, что для них это потеря переезжать и переезжать сюда. Но, тем не менее, я сказал, что я хочу, мой народ умирает, и я хочу умереть вместе с ним. Я не мысли в своей жизни, вне своего народа. Вот так получилось. И, ну, не так-то просто было, вы знаете, чисто практически выехать, переехать. Все же, ведь, что-то там накоплено было, так, из квартиры как-то продавать. В это время там жилищный, то есть, кризис, экономический кризис. Квартиры стали дешевеете. Это все потери, 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 понимаете. И здесь, ну, хорошо нам стали, нам очень помогли. Здесь уже в России появилась масса людей, довольно много, которые книжки мои стали здесь печатать. И я пару раз приехал, встретили очень хорошо. И, то есть, уже стало куда вернуться. Вот, и мы приняли решение и вернулись. Ну, действительно, мы здесь чувствуем себя дома. Ну, не так-то просто, конечно, привыкать. Все-таки 21 год мы прожили там в рафинировании. Несмотря там моральные мучения, это одно, работа какая бы она ни была, но все-таки, так или иначе, она приносила удовлетворение и известность, возможность существовать. Здесь, конечно, с этой точки зрения жить стало труднее. А чем занимаются сейчас супруга и дети? Старшая дочь, она замужем во Франции живет. Она художница, ну, и довольно успешная. Вот, ну, половину времени она проводит здесь. Она любит Москву, любит очень русскую литературу. Вот, и, кстати, одна деталь. Она уже не так давно, уже, ну, достаточно взрослая, сейчас ей около 30-ти, прочитала, как заказалась сталь. Никто не заставлял. Она раз 10 уже книжку заперечитала. Она плакала над этой книгой, я нам говорю, вообще она была потрясена была совершенно. Вот как мы недооценивали нашу собственную литературу. Я тоже, глядя на нее, перечитала, я могу сказать, что шедевр – это литературный шедевр, понимаете? Я уж не говорю о Шолохове, там, Фадееве, там, Серафимовиче и другие. Вот, младшая, значит, младшая дочь сейчас учится в школе и одновременно в музыкальной школе. Она, у нее, она очень, очень серьезные успехи в музыке, ей 11 лет. Она в Германии, у нее было два первых места по Германии, два вторых. В последнее время три международных приза получила. В Италии 100 очков набрала и 100. Вот недавно, в прошлом году, международный приз, так что она преуспевает. А жена сейчас работает в администрации президента. Недавно стало. Вот это удивительное явление. Вы знаете, мы потрясены были. То есть мы остаемся немецкими гражданами. И я не собираюсь отказываться от немецкого гражданства. И они, ну, у нас немецкие паспорта, мы в любое время можем ездить. Нашим домом стала вся Европа, понимаете? У меня еще курсы, лекции какие-то. Есть книги где-то выходят. Вот. И моя жена, она выехала ей 33 года всего было. Так. Она привыкла там жить, а дочь младшая там выросла. Вот. Но тем не менее, вот ей предложили работать в администрации параде у президента. И она вот, я не знаю, пока проходит испытательный срок, но все время так намекают, что как бы там отказаться от немецкого гражданства. Вот. И она хороший работник. Она первоклассный менеджер по образованию. У нее был университет здесь. Во-первых, несколько курсов института иностранных языков. Потом университет. Там два высших образования. У нее немецкий, английский, французский. Вот. В этом смысле, конечно, она может быть ценным работником и здесь, в России. Ну что ж, спасибо. Мы вас замучили, конечно. Да, ничего. Огромное спасибо за беседу. Дай Бог вам здоровья. И творчество, как говорится, банально успехов. И у вас нет. Такие показатели будут. Ну, я показал своего достоверенную личность. Он вернул. И адъютант, там, говорит, записать и сообщить, куда следует. А я тогда схитрил. Это не он был и проще. Это так мы с ним встретились. Оно еще чуть-чуть что-нибудь еще поговорим. Я подумаю, много стекулированных, где-то время рассказать. Это может тоже понадобиться. Так, я вообще план прописан. Я знаю, в актерску. Ой, я не умею. А, а, тогда что-нибудь рассказать. В театре, когда об этих случаях что-то нужно говорить, люди обычно говорят, о чем говорить, когда не о чем говорить. О чем говорить, когда не о чем говорить. Когда нужно говорить, тогда не говорится. А когда не нужно, то наоборот. А вы давно занимаетесь этим. а преподавание видите я читаю курсы в университете но читать так как мне хотелось бы то есть тот курс который я та теория который разработал мне нужно пять лет учить студентам и потом три года аспирант то есть я за необычного там аппарат понимаете то есть чтобы люди должны заучивать дома сидеть работать и следующий лекция следующий шаг вперед так как в точных науках делается я разрабатываю социологию как точную науку как социал механика тут это не получается потому что курсы обязательные приходят кто хочет и они больше слушать но не перешли кормить пить воду нужно такая армия они были все озера на пути и пить нет самый гневал слоны если там был один-два слона главы дай бог и того они потеряли там же перейти даже туристы с трудом пробираются понимаете это чисто математические расчеты говорят гигант действительно гигантская а ведь дать им по горски рису даже вот говорят вот китай он рванет хорошо китай рванет полтора миллиарда человек каждый день нам дать по горски риса сложить и полтора миллиарда горсток риса они в день съедают монблан риса так они понимали что скажем эти танковые прорывы у них хватало всего только дать и прорыв а если уже продолжается это уже подвоз корючего горючего а это значит бомбироваться пограбили по 10 секунд раньше чтобы кадр можно мы потом в казарму держали глазу вы На Болгавии всего Байковица, это Кролома. Это 30 километров. У меня есть дня для него летал. Родные славы, Благоломы. А потом наш армия опять, мы марш совершили опять в Германии. Но это когда вы прошли в Германии. Нечего. Мы вообще не можем. Второочисленный фильтр, Арнал, Тельковканал, Монастырь Мариинпельдя, район Шарлатенбурга. Масунского уже не образовала Америка. Ну нормально. Старшая дочь Полина. Во Франции уже? Сейчас она во Франции. А это в Германии. В Германии. Ущество у нее в австрийском правительстве. Это стоит Алоис Мок, может быть, знаете, был вице-канцлера Моцедит. Это был тогда он, как Егор. Сейчас еще раз. Автарханов, Кузнецов, Максимов, Зиновьев. Это встреча в эмиграции, да. В Германии, да? В Германии. Пишем. Это вручение диплома за лучший европейский роман. А мы сейчас живем в такой новичке. Пишем. Это с Владимиром Максимом на международной конференции во Франции. Пишем. 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 Это с младшей дочерью Ксенией. Она родилась, когда мне было 68 лет, а Ольге 45. Это с семьей, с женой и дочерьми в 99-м году по возвращению в Россию. Незадолго перед эмиграцией сидят моя жена Ольга, писатель Венедикт Ерофеев, я с дочерью Полиной, затем писатель Владимов и с женой. Это одна из бесчисленных встреч с считателями в Швейцарии. Это с писателем Юрием Нагибиным в Италии. Это с женой Ольгой после того, как мы поженились. Тамара и Полина. Перед эмиграцией. Тамара и Полина, да? Да. Перед эмиграцией. После демобилизации из армии в 46-м году. Перед демобилизацией из армии в Австрии. После демобилизации из армии первый гражданский костюм после родителя. Это мать, отец и девять оставшихся в живых из 11 детей в 47-м году в Москве. Я вот, верхний ряд, второй слева. Это мать и отец еще до революции. Нам говорили, что воровать это плохо. Это я в 11-м году в Москве в 33-м году. Это перед эмиграцией в Березовом лесу, под Москвой. Это жена Ольга перед эмиграцией в том же Березовом лесу. Это фигура огромного масштаба. Это по возвращении из эмиграции около берез, около дома, который построен на месте того Березового леса. Это начало 45-го года в гвардейском штурмовом авиационном полку. Сколько лет? Мне 23. Говорите, 46-й год, первый день в Московском университете. Это университет, аспирантура, 51-й год. Это дом в Москве на Большой Спасской улице. Он еще до сих пор стоит, в котором мы жили до 56-го года. Вот первое окно слева, комната 10 квадратных метров, жило нас там 8 человеков. После дембелизации где-то там был магазин, хлеб там получал. Это я с братьями перед эмиграцией в Москве на улице Кедрово. Это школа, в которой я окончал десятилетку, на Большой Переславской, в Москве. Это остатки дома в Костромской области, где я родился. Итак, они бои стоят, да? Нет, нет, сейчас все еще, все, сожгли на дровах. Это первые дни по возвращению в Россию в 99-м году. Это в 99-м году по возвращении из эмиграции около исследовательского центра Зиновьевского института молодежи. Это прием в немецком посольстве по поводу возвращения из эмиграции с изговорством послов германии. Это подписываю книги свои, подписываю книгу для маршала Куликова. Выступление в галерее Шилова сидят Николай Иванович Рыжков и Александр Максович Шилов. Это в институте молодежи. Слева Никита Николаевич Моисеев. А справа Игорь Михайлович Ильинский, ректор. С собакой Шариком в Мюнхене перед возвращением в Россию. Это с Сергеем Николаевичем Бабузиным, который помог нам в возвращении в Россию. Это с Геннадием Андреевичем Зюгановым, который тоже помогал нам возвращаться. Это на одной из многочисленных международных конференций. С женой и детьми перед возвращением из эмиграции в Германию. Это выступление в Равенне после награждения медалью и присуждение, что ли, звания почетного гражданина. Поехали, пишем. Почитайте стихи, которые... Тост, который... Я плохо помню его, но там примерно так. Вот поднялся вождь в свой ничтожный рост и в усмешке скривил рот. Поднимаю я, поднимаю молву, я этот тост за великий русский народ. И забыл уже сейчас. Ну, в общем, окончалось примерно так. Вождь отпил вина, что зовут и русы. И никакая вина не... Ну, в общем, так. А истерзанный русский народ умиление слезы, что зовут и лил, все грехи ему отпустив вперед. Томиль, мы вас слушали? Попробую еще ищать. Ты на экран вообще смотрел или нет? Нет. Я смотрел на Александра Александровича. Такое, в общем, шумо наделало одно мое стихотворение. Я выпускал в армию боевые лески, рисовал карикатуры и подписи делал. И один летчик у нас... Мы должны были фикировать и не снижаться. А там караулили нас самолеты. А он трусоват был, он наверху держался. И вот такое стихотворение осочиняло. Оно обошло всю воздушную армию. Себя от мессеров страхуя, Всегда держуся наверхуя. Но вот, увы, дал махуя. И наверху их многоточие. Очень много. Политрук не понял, в чем дело. И напечатанное стихотворение в дивизионной газете. И потом вся воздушная армия... Да, хоккотало. Это летал махуя, и наверху их очень много. Ну, это... Это классика. Так вы на Ил-2 летали-то? На Ил-2. Вначале я летал на Ишаках, И-16. Но я... Истребитель? Да, да. Но их сняли с вооружения. Но в другую сторону, да. Но я еще их в Сталинграде видел. А я в районе Сталинграда был, но у нас из училища отчислили в танковом полку. Нормально. Нормально. И в обратную. Ну, ладно. На севере... Какой там наступал фронт? Вот я уже забыл. Ну... Хронюшский, да? Сколько? А? Нет, нет. Из-за Волги. Там резервная армия была. Самая большая, крупная. Нет. Наш полк туда прибыл. Мы 2-го сентября переправлялись, переправили. А вы были?